здравствуйте дорогие друзья перед нами уже совсем близко праздник шивот мы будем праздновать его мы будем считать омера это великий день мы сейчас о нем поговорим но сначала о том что творец весь год нас вел к этому празднику он не хочет нас наказывать он хочет нам помочь он хочет что мы делали то что надо и он хочет привести нас полному освобождению но чего нам надо начинать вот вот это поход к нему с того что каждый должен избавиться от самого главного от неблагодарности полностью убрать из себя вот это отвратительное качество идти по жизни с благодарностью это говорил еще рабин ахман надо за по всем видеть хорошее за все благодарить творца и все время пока у вас будут причины какие-то когда вы будете плакать там или что-то не работает когда вы начнете благодарить вы почувствуете потребность благодарить еще еще найдутся причины если вы хотите плакать пожалуйста говорит бог у вас есть такая возможность когда человек грустен творец говорит хорошо зачем тебе грустить без причины вот тебе повод чек плачет его появляется причина для слез как только человек начинает благодарить находится решение проблемы нытью приводит самым большим проблемам пишет самые все самые великие мудрецы как начинается утро по закону благодарю тебя всевышний моде они или фанеха за что что дал мне жизнь что я могу видеть что утром руки посмотрел тело работает то есть так ты постепенно научиться контролировать радость и придешь к тому что бог от тебя и хочет перед нами образ любимца бога великого царя давида и как он жил наши мудрецы сказали что но никто не помните там постоянно постоянные преследования с детьми проблемы с этими с детьми жены бесконечное количество проблем мы читаем что мы читаем книгу руд праздник чего вот чему это нас учит потому что тора можно получить только через к сожалению через страдания и лишения и руд и давид которые мы вспоминаем пришли к своему величию через лишения давайте посмотрим кто был давид сильнейший царь благочестивейший скромнейший там псалмы написал любимец царя дави я не знаю и все же никто почти не страдал так как царь давид самого рождения ему достались только горе и страдания почему это должно нам объяснить это ведь любимец царя это любимец богом любимый царь его и такая жизнь это показывает нам что это мир испытания именно на примере вот этих великих людей нам показывают ребят здесь я его люблю и он так живет поймите правильно это мир испытания награда ждет в конце поэтому мы читаем о любимцах царя кого любит того и бьет сказано не подумает лучше бы не любил ребенок также рассуждает когда у него отбирают конфеты или там опасный предмет или заставляет учиться это явно надругательство над ним но мы-то знаем что это ему на пользу шевод это спасательный круг написано спасательный круг самые возвышенные 24 часа в году каждый должен знать что с наступлением праздника шевод мы получаем сверху такую ну спасательный круг и не просто 24 часа особенно написано первые пять часов праздника можно написано молитва избавиться от всех бед от страданий снять любой любые проблемы снять душевные там физически любые это написано что это самый великий день году что у нас есть и некоторые мы упоминали это пупи какие у нас будет там пупи все все порим пейси все все из татары если мне было не дай бог торы у нас бы не было других праздников книга за ар пишут что самые возвышенные точь 24 часа в году когда человек может удостоиться самых великих чудес это вот этот праздник шевод почему мы едим поэтому молочные продукты чтобы показать что мы чистые молоко основная пища младенца то есть мы чисты как младенцы в этот день все молитвы всем все просьбы произнесенные шевод проходят сразу на небо потому что злого начала в этот день нет никто не мешает подниматься им на небо течение года грехи задерживать молитву но в этот день нет пишет рамбан в праздник шеводу злого начала нет никакой власти поэтому в течение года мир судится четырежды в пейсах носить на урожая зерна в шевод относительно плодов в рошашана перед люди проходят перед ним как овцы сказано в тегилим и в суккот относительно воды то есть это еще один день суда что делается в этот день канун праздника до захода солнца зажечь обязательно свечку за царя савида и свечку за большим того за поднятие их души потому что этот день этот день их ёрца написано что каждый произнесенный в эту ночь псалом он подымает на небе великое спасение для нас обязательно устраивает праздничную трапезу заар говорит что кто-то бодрствует ночь праздника шевод записывается в памятную книгу царей аризаль говорил что зная кто не будет спать шевод и учить тору ему обещано что в этот год он не идет не уйдет из этого мира обязательно его проживет что еще книги заар написано если знал человек что происходит на небесах в эту ночь и какая награда ожидает его то он не спал бы в этот ночь никогда шевод читают мы делатрут и говорят мудрецы кстати чтобы просто что это появление царя завида что тамар мать переса эзераха это гильгурт рут она перевоплотилась вот такой замкнутый круг поэтому радость уверенность и тогда будет хороший праздник браховая слава